Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас будет очередной выход по чистке монет. И сегодня будем чистить, между прочим, советики. Советы алюминистой бронзы до 1961 года. Монеты в плохом состоянии очень тяжело чистить. Да-да, ребята, очень много средств. Это лимонная кислота и различные другие, которые я как бы не признаю тем, что не всегда получается удачно. И сегодняшнего внимания вам предоставляю монеты, которые будут вот именно такого образца различной загрязненности. Слабая, сложная и совсем-совсем как Алик. В общем, сюжет будет довольно-таки интересный. И вашему вниманию будет очередной способ чистки профессиональным средством. Так что, смотрим и наматываем на ус. Ну что, ребят, давайте сначала я вам покажу монетки, которые у нас будут использоваться. В принципе, вот этот пятачок нормальный, внешнего вида. К сожалению, только неровная патина. И кое-где проглядываются небольшие язвочки. Вот, в целом, монета очень хорошего сохрана. 30-й год. Вторая монета тоже будет у нас 30-го года. Имеются раковины, вернее, не раковины, а болячки. И зеленый налет. Но монета тоже без царапин и хорошего такого бодрого вида. Надеюсь, чистка порадует. Ну и монета из шурфа, которая была помыта, почищена мылом. Но вся она зеленая, в болячках таких некрасивых, неприятных. И я считаю, любой метод ее просто-напросто добьет. Не знаю, как у нас получится, но монета, к сожалению, утрачена. Многие такие монеты даже чистить не будут. Но мы посмотрим, какой будет результат именно вот с нашими пятачками. Что получится у нас интересного. Или же все-таки не справятся средства. Средство у нас сегодня будет использоваться... Так, сейчас, секунду. Вот такой вот. Вот такой НЗТ. Причем, видите, тысяча. И он у нас применяется, смотрим, справляется с окислами на меди, серебра, латуни, алюминиевистой бронзы и свинца. Так что именно этим средством мы сегодня будем наши чистить советики и посмотрим на результат. Так что, пожелайте удачи. Все будет сделано именно наглядно, именно для вас. Смотрим. Ну что, давайте поедем. Берем, естественно, нашу мисочку, куда мы будем наливать наше средство. Будем наливать небольшое количество, ребята. Много... Ай! Много наливать не будем. Этого будет, в принципе, достаточно. Так, и берем монетки. Бросили один пятачок. Второй пятачок. И третий. Покрываем полностью жидкостью. И они у нас будут лежать совсем-совсем чуть-чуть. Ну что, ребята, прошла минута. Давайте посмотрим, что у нас там происходит вообще. Так, вынимаем первую монетку и протираем. Так. Ну, я считаю, ровный цвет у нас не произошел. Монета как бы была, так она и осталась, да? Видите, да? А вот монетка вот такая вот. Давайте достанем следующую монету. Так, на этой грязь как бы остается на салфеточке. Процесс как бы идет. Зелень потихоньку сходит. Но я думал, что зелень сойдет сразу, как в сменных монет, которым мы пользовались ранее. Вот. Смотрите, как выглядит очередная монета. В принципе, да? Ничего интересного. Монета как монета. Процесса нет никакого. Ну, как вам сказать. Есть, но слабоватый. Так, следующая. Так, ну, с этой монетой зелень превращается такую, знаете, в красноту. Видите, да? В красноту превращается. И, естественно, я уже, наверное, буду пробовать, помогать методу чистки при помощи нашей незаменимой латунной щеточкой. Латунной щеточкой я сейчас пробегусь по поверхности, как бы ускоря тем самым снятие вот именно вот этих вот болячек и зелени. Просто легкими нажатиями на монете царапин не должно быть. Слегка, ребят, слегка. По всей поверхности. Мы просто помогаем жидкости удалять это безобразие. Так, прошлись. По одной. По второй. Знаете, даже патина остается. Родная патина. Ну, на советских монетах я считаю, что патина как бы... Ну, я считаю, что как бы и не нужна. Потому что это золото партии. Они должны блестеть всегда. Так. Бронза. Бронза. Так, бросаем ее. Эту тоже туда же. Ну и эту слегка пройдемся. Пройдемся. По всей поверхности. Как видите, метод, в принципе, не такой уж быстрый, как до этого я чистил медь. Не настолько быстрый. Значит, будем держать немножко подольше. Не минуту, а дольше. Так что я включусь, наверное, минут через 5-10 и вам озвучу, сколько времени у меня ушло, сколько они у нас уже находятся в жидкости. До этого лежали всего-навсего минуту. Ну, ладно. До встречи через 10 минут. Наши монеты, ребята, уже лежат полчаса. И сейчас мы будем с вами доставать. Что же у нас произойдет? Зелень превращается в красноту. Патина сама остается. Не знаю, насколько будет удачный, но я считаю, очень долго. Уже полчаса жду. А результат не очень. Не очень. Ладно, сейчас достанем и посмотрим, что у нас там произошло новенького. Хочу сказать, метод долгий. Очень долгий. Жидкость стала немножко темнеть. Достали самую нормальную, бодрую монетку. Протираем ее хорошенечко. И укладываем на наш рабочий стол. Вот он у нас стол рабочий. Вот он, рабочий стол. Монетку укладываем. И что хочу сказать. Ничего интересного здесь как бы нет. Смотрите, что с монетой. Ничего интересного. Совсем ничего. Следующее, что я хочу сделать с этой монеткой. А эти пускай еще лежат, потому что процесс как бы затягивается. Я возьму нашу кисточку и пройдусь по всей монете. Может быть, вот этот слой сойдет и монетка будет выглядеть нормально. Я просто беру нашу щеточку и по монете рыхлым таким вот развальцованным концом прохожу по всей монете. Хочу патину как бы оставить родную. А зачистить непосредственно небольшие очаги, которые, ну, знаете, темного цвета. И я хочу их немножко убрать. Так. Ну, с одной стороны прошлись. Давайте то же самое пройдемся и с другой. Конечно, сейчас вам в макросъемке как бы засниму, что у нас происходит с этой монетой. Ну, как-то что-то, блин, получается вот так. Давайте я вам покажу. Получается как-то вот так вот. Видите, да? Ну, самое главное, что монета не умирает в этой жидкости. Ну, и сам процесс чистки что-то как-то не особо вяленько. Вяленько, ребята. Не очень, не очень, честно скажу. Думаю, результат будет другой. Ладно, пусть валяется дальше. Самое главное, что жидкость как бы монеты не убивает. Давайте сейчас достану остальные две и посмотрю на них. Ну что, ребята, достал я наши монетки. И выглядят они как-то не очень. Вот, в общем, как-то вообще отвратительно. Но это самая была убитая монета. Самая убитая монета в шурфе. Следующая монетка была более-менее внешнего вида. И выглядит она вот так. Зелень превратился вот в такой вот красный налет. Здесь тоже самое зелень превратилась в красный налет. И я не знаю даже, полчаса для чистки таких монет совсем слабоватый результат. Сейчас пройдусь латунной кисточкой и снова заброшу в жидкость. Ребят, прошелся я латунной шкурочкой, вернее, шкурочкой, латунной щеточкой. А вы скажете, шкуркой латунной. В общем, монета вот такая вот стала. Фокус, давай, работай, фокус. Красноту убрал. И остаются до сих пор язвочки, шишечки и все прочее. Значит, еще не дочистилась. Да, бросаем. Следующее, что у нас произошло с другой монетой. Зелень, красноту потихоньку убираем. Выглядит сейчас монета вот именно так. Обратная сторона вот так. И эта монета была слабой загрязненностью. Но интересно тем, что родная, ребят, патина до сих пор остается. То есть она как бы не счищается. Родная патинка остается. Ну, давайте, пускай лежат. Пускай лежат. Посмотрим на результат. Ну что, ребята. Достанем монеты, наверное, в последний раз. Потому что я так долго ждать не могу. Очень много времени уходит на чистку. Этим средством. И как бы результат для убитых монет не катит. А вот для монет нормального сохрана без болячек, в принципе, еще пойдет. Сейчас я их немножко почищу. И вашему вниманию покажу уже готовый результат этим средством. Вот, потому что как бы чего-то не айс. Ну что, ребята, подведу итоги. В общем, были три монеты. Хорошего внешнего вида. Без всяких наростов, всяких эрозий. Была лишь грязная патина. В принципе, монета получилась неплохая. Следующий результат удручающий. Не получилось. Чем больше находится монета в жидкости, она темнеет. Вот. Даже приходилось применять шиберок. Вот. Но результат, как вы видите, не особо интересный. Так что наша жидкость, которую я вам только что демонстрировал, вот эту вот, не особо справляется, как здесь написано, с алюминиевистой бронзой. Не справляется с окислами. Результат вы видите на лицо. Сейчас я эти монеты заброшу в нашу жидкость, которую вы все знаете. Это преобразователь ржавчины, основанной на ортофосфорной кислоте. И покажу вам конечный результат этого видеовыпуска. Эта жидкость, к сожалению, не оправдала. Но он чистит у нас медь, серебро, алюминистую бронзу, латунь и свинец. К этим методам мы еще вернемся и посмотрим, работает она на этих сплавах металла. Или все-таки получится так же, не очень интересно, с алюминистой бронзой. Ребята, уже вечер. И пытаюсь вам успеть записать видеосюжет. Как вы видите, преобразователь ржавчины монетой чистит. Единственный недостаток краснота. Но факт в том, что результат-то налицо. Результат налицо, ребята. Вот так вот. Вот вам и дешевый преобразователь. Результат все-таки покажу. Итак, ребята, в общем, подведем итоги. Наше профессиональное средство, вот оно, которое предназначено для чистки серебра, свинца, металлиникелевых монет. В общем, не справилось. И мы были принуждены использовать вот такой мой метод. Вот он, нейтрализатор ржавчины, основан на ортофосфальной кислоте. И, как вы видите, монетки стали добротными. Доделал до конца и монеты почистились. Я вам изначально показывал сохран. Убитые были монеты в язвах. И язвочки, конечно, проявились. Но факт в том, что монеты почистились и стали выглядеть достаточно хорошо. Был бы такой же эффект с идеальными монетами. Красноту всю я убрал при помощи полировки. И монеты выглядят чистенько. Естественно, язвы остались. Так что, ребята, вот такой вот результат. Сравнительный я сделал. Это не справилась. Профессиональная жидкость. Так что могу сказать, что не стоит покупать. Хотя, хотя, буду делать еще эксперименты над серебром, над свинцом и над остальными. Может быть, пойдет. Но для алюминистой бронзы, к сожалению, оно слабовато. Моя жидкость, нейтрализатор ржавчины, основан на ортофосфальной кислоте, справилась на ура. Так что имейте в виду, ребята. Имейте в виду. На этом грязное дело сделали. И подвели итог. Так что вам решать, стоит ли чистить профессиональным или же народным моим средством. Которые я очень часто использую в чистке. Если профессиональные средства нифига не справляются. Так что, все. На этом все. Пальчик вверх за труды и старания. Ну что, ребята, посмотрели. В принципе, нормальный метод. Монеты получились, в принципе, как вы видите, нормальные. Какие были и какие стали. Способ работает. Если заинтересовались этими жидкостями, этим способом, все ссылочки будут под видео, в описании. Так что, пользуйтесь. И уже пора чистить профессиональными видами средств чистки. Но, конечно, в ближайшем будущем у нас будут методы, которые мы сами будем химичить, использовать. Которые в быту. Между прочим, очень много средств. И мы зимой все постараемся с вами испытать. Ну, на этом и все. Чистите правильно. Ну и, конечно же, не забываем смотреть. Ставить пальчик вверху. Ну и в комментарии писать свои средства по чистке монет. Так что, всем добра и увидимся на кофе. Субтитры создавал DimaTorzok